Произведение искусства руками у восточных мастеров. На базе БГТУ имени Шухова сегодня торжественно открыли международный пленэр архитекторов. Это первая подобная творческая площадка в областном центре. Над скульптурами из камня трудятся 8 авторов из Египта, Сирии и Марокко. Арабский взгляд на мир изучила Татьяна Красикова. Сейчас я получил объем, объем уже есть. Обрабатываем поверхности. Мужчина и женщина как единая целая. Такова творческая идея скульптора из Египта Усамы Эль-Серуи. В своей работе он запечатлел собирательные образы своих соотечественников. Осталось доделать немного. Через пару дней над влюбленной парой появятся голуби и композиция будет завершена. Использует мастер небольшой набор инструментов. Техника древнеегиптская. Молоток и зубила. Как раньше не было болгарки, не было ничего. Если техника у скульптора древнеарабская, то вот школа русская. В 89-м году Усам окончил знаменитую репинку Санкт-Петербургскую академию художеств. Отсюда хорошее владение русским. Сейчас мастер не только занимается творчеством, но и преподает в Каире и в Белгороде. Я в настоящее время работаю профессором Хиливановского университета на том же факультете, где я учился раньше. И одновременно профессор Белгородского университета. Здесь читаю лекции по истории современной египтской скульптуры и живописи и архитектуры. Всего в международном пленэре архитекторов принимают участие 8 скульпторов из Египта, Сирии и Марокко. Ибрагим Басам прилетел из Дамаска. Из камня мастер воплотил идею созидания и появления новой жизни. Этот замысел сирийский скульптор показал через образ рождения женщины из скалы. Меня вдохновила атмосфера вашего города. Я почувствовал, что в Белгороде все только зарождается, потому что это молодой город. Именно поэтому у меня появилась такая идея. Коллега Ибрагима Ихлас Алфаких тоже приехала из Сирии. Она единственная женщина на этом пленэре. К слову, вопреки стереотипам, женщина-скульптор в арабском мире вовсе не редкость утверждает Ихлас. Однако мало кому удается создавать свои работы за рубежом. Поэтому это очень хороший шанс для меня. Спасибо для всех людей, особенно для института Белгорода, которые уже приглашали нас. Этот международный пленэр архитекторов проходит в областном центре впервые. Инициатором проекта выступил БГТУ имени Шухова. Специально для пленэра в Белгород доставили камни из крымского Инкермана. На воплощение своих идей скульпторам дали две недели. Все это время мастера делятся не только своим практическим опытом, но и читают лекции на встречах со студентами-технолога. И то, что приехали лучшие представители Египта, лучшие представители Сирии, лучшие представители Марокко, представители искусства к нам на Белгородщину, это очень значимо. Это великое дело, и мы поймем это через время. Потому что к нам пришли две больших культуры, такие, которые обозначили культуру всей планеты. Все работы останутся в Белгороде и будут украшать территорию технолога. Здесь уже подготовили место для будущей аллеи дружбы. Татьяна Красикова, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.